вы на канале в Викторевна и семья всем привет вы на канале и мы начинаем квн 5 часов вечера Боже я похожа на домовенка Кузю аж я беременна ну ладно я шучу я не шучу кого ты вбила на познимай я в зорюся я тоже таки все сегодня нервные такая страшная глинки вообще да я такая стояла и думала так а ну-ка я сейчас дарю Любу ручкою от дверей я сейчас сделаю специально знаешь я планировала за декілька днів виношила цю идею знаешь ну в чем твоя проблема в чем твоя проблема а добила шапка 4 не носишь ручку люди а если я пиду я по обязательно потрачу грошей я не могу не потратить его не хочу чтобы я была нищая ты была миллионером тоже хочу быть миллионером зачем это вот знаешь милый на него шла в него знаешь перевод цей песни почитай вот собираемся на почту и фокол басу наркотиков ага нет пока ты взяла его шопера а я кого ты взяла я своего шопера вам не дам я взяла его с собой не люба визми на дверях висич нет я не ось еще один берите и там берите я буду я не буду вам его давать я еще раз вам скажу я не чуете меня обидвих а любаша и взуто лази да спасибо люб я уже двече мила класс а зачем а что можно это же не ты мила люб не переживай главное не переживай не волнуйся все будет хорошо о да взуто взуто через всю хату желательно молодцы ну просто а як надень чтобы шея не гуляла вот там воно воно фиолетненько а что ты хотела тем не менее что в тебе всегда лучше получается снимать чему люби хоча в тебе и трусятся руки а в любви не трусятся всем привет ну я не бачу что там видно о бачу тебя видно теперь руси видно ну ося там короче уже 30 тысяч собираю а что ты делаешь а что ты делаешь что там считаешь воно банку открывает на 30 тысяч гривен уже да а навещо айфон на айфон на епхона и четко было на епхон но я сняла все гроши на айфон тебе уже аж 90 гривен я ну это очень хорошо подожди руси а на який ты айфон хочешь скажи людям який ты хочешь айфон скажу бо я же сама не знаю вона хочет хотя бы який нибудь купи иксар купи одиннадцятий в ані а тебе не маленький а таки як у мана не хочешь и ничем не отличается кроме того что я включилася для того чтобы сказать что мы идем на хим селищи и тут смердит знаете кто в курсе я котусилус на ям что мы будем Снимаю, бегу на распаковку и иду делать рекламу. Сосиски такие взяли, 4 штуки. И еще какие-то, очень интересные, эти лежали на витрине, они такие толстые, одна оця, а эти лежали в запаковании такие маленькие. Люба захотела такую закуску, шоколадка, ясневая крупа, гречевая крупа, приправа курча, льон. И так, тут у меня все, рулька, вкусняшка. И 4, все, 4 свиньи копийця. Так, все, сейчас быстро выставляю рекламу, потом все остальное. Всем привет! У меня ранок начинается всегда с одного и того же самого. Тут варю я рульку. Тут мечтаю про то, что когда-то у меня будет красивая, светлая кухня, где я буду готовить и снимать свои прекрасные рецепты. Там я мрію, что когда-то у меня будет широкий подвеконник, простора, светлая кімната и там будет прямо моя квитковая оранжерея. А пока что радуемся тому, что есть. Так же я мрію, что у меня скоро не будут обдертые обои, как и собача там погризло. Но пока что так есть. Слава Богу, что живи. Людей такого нема. Віта. Люди на улице живут, из мусора харчуются. Ну, мы же не хотим ставить гірше, порівнювать с гіршим, стремиться до гіршого. Ні, не хотим уж до кращого. Так, что мы все достойны на кращу. Так, речка, чтобы не было суперечки. А что же я буду варить? Ну, картошечка золита. С такой зажарочкой, с томатикой. Сейчас начнем с. Тут у меня стоит маленькая колоночка, и попугайчик слушает, и мне так хорошо, я ему включаю скуку. Точнее, я собью включаю классическую музыку, но он прислушается так прямо. И мне нравится. Это называется музыка. Она вот, махи, пусина, джуси, джуси, пусина, туси, дяньки, дяньки. Понятно, да? Ну, это музыка. Классика – это музыка. Все остальное тоже музыка, но не такая. Понятно, что классика и классика. Я не могу собрать себе до кучи. Я не знаю, с чего начать. А еще, знаете, меня атакуют снова шестки. Я когда-то рассказывала, что перед войной меня они атаковали. И сейчас опять. Причем, если раньше я там помечала один раз в день, то сейчас до четырех раз в день я помечаю стабильно. Шесть, ну, шестьдесят шесть, шестьсот 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 шестьсот. Да, я там, может, ввести ружку, но только там краю пометила. Еще здесь. Так, поставила там свои принадлежности. Машинка в маме стягнула. Так, пахнула на всю хату. Там вся рулька варена. Прям лукос. Все, просветили. Субтитры сделал DimaTorzok Может, Душка, ты дай полу? Нет. Не хочешь? Не красиво. А кто тут рассказывает? Идем. Давай рассказывай. Короче, ты прислёшь, как я седу. И вот там, там, где пекарня раньше было одно, бежать великая собака, обкусили мне все руки. Мне тоже так особо опаснее на самом деле. Это не очень. И что, ты разгадала? Нет. Обкусили мне все руки. Потом, типа, я кричу, что помогите, помогите. Підходите, потому что, наверное, моя учителька в алгебро-геометрии. Ага. И все они мне переразвают, что-то там, говорю, тебе треба колоть антибиотик. Типа, чтобы отсказать, что-то таке. Что, до сих пор в голове не может? Нет, не может. Когда-то мне... А, а я кричу, что рятути, что не треба. Я кричу, что треба, короче, воно не уколола. Потом, что-то перерывается. И, типа, шли я дома. И я сижу, и у меня надрывается пупок. С пупком вводит великая-великая трубка. О, Господи. Когда мы решили эту трубку, мы ходим в туалет. Да. Писем. Да. Ты вызываешь сколу. Ты сейчас ума. А еще, кстати, только в том, что в этом снеге, на то же есть другая дитина. Да? Малантий хлопчик. Ага. Хлопчиця крупит. Не дуже хороший соник на меня. И, типа, и мы берем, типа, вызываем скорую. Мені говорят, что я работаю, пожалуйста, чтобы назад эту трубку засунуть так, как оно было. Потому что я лягаю на кушетку. У меня, как прошло, какие у тебя любимые мультики. На кушетке, да? А при том, что вы мне, тоже, я взломала ногу, маточки, пытала, какие мои любимые мультики, я виробилась. Ну, это просто нервная игра будет. Игра разума. Для того, что собаки кусают, а потому что собака, что принадлежит не близкий человек. Покажи, покажи девчонку, я емаю картошку, я какого-то на кушетке. Он уже можно еле кушетку. А я буду сущенней. Девчонки, я какого-то мамы картошка. С мясом. Ага, с пупчиками. И, я не знаю, куда надо, криб добавить. И ротицы. Сима пахнет этими ротицами. Воно пахнет на всю растирку. Стирка достирала. Тебе, нет желания ее развесить? Нет. Нет, нет. Ну, я понимаю, что нет, а приедется. Так, ладно, я пошла в душ. Что это за кульок? Это? Да. Да. Какой год. Ты туда относишь? По Мирю. Наши. А. А. Подивите, у загальную картинку. А, да. А что цвета такая? Что цвета? А, чего? Чего она грезная? Что там? Нормально? Покажи мне. Кто? Ага. Такая кумана. Просмотрят? Ага. Почти. Не, а чуть-чуть-чуть. Не, а чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Незламанность. Незламанность, это значит, что слово слово пишется разом, потому что нема слова «зламанность». Окей, хорошо. Ну, а есть слово «зламанность»? Нет. Как и многих слов, которые используются в словосполученном языке. И вообще слово «зламанность» странное. Чего? Ну, не знаю. Мне кажется, это не наше слово, не украинское. Это не запозиченное слово? Неченькое. Не «зламанность». «Зламанность». Тут есть такое слово, знаешь, «полагодить». Ага. Такое слово. Так чому я это сказала? Ну, оно как-то антоним до незламанности, да? Не знаю, что-то такое у меня в голове делается. Есть «полагодить», и еще есть такое похожее слово «полагодить». «Полагодить» от слова «ладный». Ух, Віт, пожалуйста. Дякую. А їде, бо я зараз випаду. Ой, випаду. Я то не випаду, дякую. Не, ну ти поняла, що я маю на увазі? Ты чому вообще не понимаю? Не понимаешь меня? Я тебе зовсадить. Ну, дуйся. Ну, отчhui. Не «зламанный», «зламанный». Че «зламанный»? «Зламанный». А как можно замениться слово «зламанный»? Знаешь, синоним не до слова «зламаний». Зламанный? Да. «Зламанный» або «той, что вийшал из «лад»». Нет, это не синоним. Да, это уже слово сполученое. Синоним у Максимдума, да? «Той, что вийшал из «ладу». Это не синоним, это словосполучение, ты подобрала до слова, не синоним. Сегодня уже третья тревога за день? Нет, если враховывать, что ваша тревога в 0,15, то это в 0,15, в 8, в 2 еще, и вот это 4. Причем они не короткие. Это, наверное, очень смачно шоу модели. Где, сколько много? Я хочу, чтобы я поеду и отправилась. А, именно тут? А, ну ладно. Вот еще, смотрите, там ремонт телефонов. Сколько? 180 гривень? 180 гривень коштує поменять замок у взуття. Ну, в принципе, ты ж не купишь за 180 гривень взуття? Ну, а ты бачила, как надо купить? А? Да. Твоя? Та че, воно вбита, в принципе, нормально. Да? Да. Но надо было попросить их, чтобы они еще бы сделали тебе косметику. Она пропитала біокраму, чтобы она еще бы носила, как новый. А? Нет. Ну, вообще они должны так сделать. Когда отдают, они прям делали классно. Мені колись перемонтировали взуття. Були в мене таки, типа, сапожки-чулок. Тоді было так загостреним таким носком. И там у меня стерлася подошва полностью. Ну, каблучок стерся. Поняли? Ну, и мне на... Ну, как они его, конечно, там меряли, я не знаю. Мне наростили туди больше каблука. Резина така. Они достали очень-очень удобно. Они достали очень-очень удобно. Ну, в общем. Ну, это, знаете, это как залатать старое платье, а залатать новыми нитками. Ну, это то же самое с ремонтом взуття. Ну, чисто моя думка. Ну, да. Вот. Мне ж, если нет возможности купить новое, то да, я тоже користовалась такими послугами. О, и они буквально там розлезлися. То есть, оцей чоботар, он только пришвидчив процесс умирания моих и без того мертвых сапушек. О, такие дела. О, это я вам колись рассказывала. Это все. Люба ходит сюда всю школу. А початкова школа. Ну, так через дорогу там. И оттуда его в дворики. Вот. Можна в молочной? В молочной траві не можно. А что я не хочу? Йогурта хочешь? Сирка хочешь? Сирка хочешь? Да. Ну, купи. Мне кажется, что сейчас мы уже в такий час, что можно все... Ну, а что ты вспоминаешь, что пришли? А с другой стороны, а если сейчас прилетит вот эта тревога, то... А с третьей стороны, а если... А с третьей стороны надо надеяться на лучшее. Ну, с какой стороны не поедешь, с такой стороны и правильно. Да? Да. Видишь, какие прикольные? Ну, начи хтось наплювов на небо. Какие небо. Что? Можешь идти? Что случилось? Вчера прям... Ну, кстати, очень громко летали. Дуже громко? Да. Ты сегодня летала тоже голосно тоже. А вчера, когда тишина... Ну, нас же залякают. Нам же обещают, что березень, лютий... Не, березень... Чи березень, квітень... Ну, нам обещают, что до 2025-го будет страшно-страшно. Ну, ты знаешь, у деяких людей страшно все життя. Давай так. Надо пристосовываться и все равно шукать... Якось жить и шукать позитив. В каком році была старшая світова? Позитив. В 1914-й? В 1914-й, да? В яком році почалась вторая світова? Ой, а после дождей? А после того? Сколько революций было? Да. Так что... А то и тогда, и посколько они шли? Четыре, да? Так, четыре, да? Так, четыре. И там, если враховывать строительство 9-го, то... По 45-й, 56-й, 55-й? Семь. Чего? 39-й, 45-й, 6-ть. 6-ть, ну... Но дело в том, что после этого была японская война. Ой, сколько это было в войне. И были люди, которые переживали за каждую войну. Чи то в них, чи то не в них. И сейчас есть такие. А вот когда я ходила в школу, то есть... ...співчутливого способа думать. То есть... Я не маю на увазі співчувать. Но співчуття также должно быть здоровым. То есть... Посвівчував. Да, мне шкода. Но если я могу, то помоги. А не впадать в травму. Каличить себя. То есть... Тим, что ты впадаешь в травму. И тем самым навязывать своё страждание іншим. А это неправильно. Правильно, на мою думку, поспівчувать. Можливо и поспівчувать, если ты еще раз чувствуешь співчуття. Потому что это нормально. Мы все люди схильные до співчуття. Но не навязывать своё співчуття іншим. И вместо того, чтобы навязывать и плакать, ой, бедные люди, и я такой бедный. И лучше взять и помочь, чем можешь. Если не можешь, то помочь. Помолиться. А не навязывать. Потому что у вас какая-то навязливая сейчас. Все. Что? Нет, ничего. Скажи. Я перебирала. Я перебираю. А что? Нет, я скажу, потому что ты где-то сама понимаешь. Все что? Они отказали. Я поняла, что я показала, что у нас бедные люди. Я могу сказать свои думки. Ага. Все. Ага. Я сейчас поняла, что я могу, но я не хочу. У нас нет свободы слова. Ты про свободу слова? Да. В Украине нет свободы слова. В Украине свободы слова только на государственном уровне. Все. Это написано только на бумажке. И все. Если ты скажешь свою думку, яка суперечит думцам большинства? Людей тебе просто заплюют и, не дай бог, еще и вбьют. У нас немає толерантного сприйняття інших людей. И свиту тоже. И свиту и взагалом. Наши люди. Не все. Но как у меня. Чисто моя думка. Наши люди. Чисто навязаны еще с Советским Союзом. Не знаю. Чи что. Но все. Наши люди. Наши люди. У них только свою думку. Как правильно. И если кто-то им висловлю свою думку. Это неправильно. То есть, если человек думает, возьмем внешний вид, вот человек вважает, что выходить в магазин, нужно всегда фарбовать губы, очи и наряжаться. И если она выйдет в магазин, она спостерегает, что все такие, как она. Ни, не все. Боже, и как можно было выйти с ненакрашенными губами в магазин? Ну, это просто маленький пример и в нашем суспільстве, в основном, согласна так? Да. В основном так. Если мы возьмем Европу, то в Европе, как мне показалось, я была там всего три месяца, возможно, как бы я больше прониклася менталитетом этих людей. Або была в магазине. А так я могла только спостерегать, то есть, там как-то, ну, более толерантное ставление до людей. Там всем на всех все одно. Так, так что такие дела. Ну, что все вы сказали, сколько набалакала, хай богнили. Так, блин, розпаковка. Я думала, ты меня, че ты меня не разбудила? Я думала, у меня... Я сказала, Люп, ты идешь в магазин? Нет. Я думала, ты меня разбудешь, ты меня перейшла, вскрыла и пошла. Я сначала пришла, говорю, Люп, ты идешь в магазин? Нет. Ну, нет, так нет. Так, огромная розпаковка на... Не, не на. Дальше. Не будем казать, нет? Нет, дальше. Я тоже не пробовала, и я не хотела пробовать, пока на кассе не побачила, что передо мной купила женщина, и что у нас с кокосом. Далее. Такая шоколадка. Дальше. Яйца. У нас закончились. Дуже много вкусняшек, я вижу. Дуже много. Короче, я так понимаю, гамну стоят дорого. Сейчас шоколадка. То моя. И такая штучка. МНДМС. МНДМС? Ну, типа, только дешевшая. Давай попробуем? Попробуй. Я не хочу сейчас ничего такого. Мы не так хотели из МНДМС. Ты бачила, кому это получило? Я ее купила тоже. Ничем не отличается. Десь шукай. Зато мы с Русланой и так набалакались. Синабона мне нет. Нет, я купила у вас Синабон. Тоби МНДМС. Яблочко. 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 Дальше два батончика. То мои. Два сырочка. То Русин. Кефир на пирожки. Кетчуп. Любит. А для чего ты рассказываешь, что для чего? Ну, просто чай. Мы все пьем. И МНДМС. Слава Богу. А там есть. Киви. Киви. Угу. Это наброли, да? То есть деликата. Посылка. Бездорово. Киви. Киви. Китти. Пойди ее покормить. И. И. Киви. Киви. И. Киви. Киви. Ну, честно. Я так смотрю на нее. И думаю. И думаю. Для чего я ее купила? О, для чего я купила оцю гадость? О, за ж гадость. Лучше б я купила еще килограм мандарин. Дай мне одненький кусочек. Угу. 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 Да, нормально. Угу. Угу.